Особое мнение на 101FM Есть здание правительства области, где проходит утреннее совещание, откуда прямо-таки сыплются новости на всю неделю вперед. Сегодня совещания нет, поэтому новостной поток. Дорожные транспортные путешествия, пожары, ЧП, ЧП, ЧП. Ну, радует что? Радует то, что неделя будет не такой продолжительной, как обычно. Всего лишь три рабочих дня в связи с мужским праздником, да? С большими мужскими праздниками, все-таки четыре дня выходных. Масленица сегодня началась? Вот этого я не заметил. Масленица началась. Ну, судя по погоде-то, нет, еще далеко холодно, абсолютно морозно, зимняя погода. Первый день Масленицы называется встреча. Или встречи. Вот мы и встретились. Слите, кстати, Николай, за вот этими творениями так называемых нейросетей. Вот картинок очень много в интернете стало в последнее время много. Там люди обрабатывают, видимо, свои фотографии. Тут буквально в выходные появилась фотка, якобы образ Кирова. Там образ нескольких городов появился, сразу там такая таблица, разные города. Ты знаешь, все какие-то очень суровые, даже те города, у которых жилица женские оказались, они все равно очень суровые, очень серьезные женщины. Ну, Киров, конечно, да, на этом фоне отличился. Это такой... Образ, видимо, защитника Отечества. Не знаю. Не знаю. Он там староват, мне кажется, для защитника. Ну, в принципе, это кому-то дубину дать он защитит. Да, 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 да. Суров наш город, да. Суров. Не знаю, насколько суровый ли приговор вынес на прошлой неделе в четверг Первомайский районный суд Владимиру Быкову, бывшему главе города, бывшему председателю законодательного собрания. Второй, кстати, приговор уже по счету. Первый был почти что год назад, в марте 2022-го. Тогда только один состав, да, устоял в суде получение взятки в особо крупном размере. И тогда был приговор в виде восьми лет строгого режима. Ну, а на этот раз речь идет о девяти годах строгого режима. И, судя по... То есть, если сравнивать с тем приговором, то тут добавился еще один состав, да. Это мошенничество в особо крупном размере. И имеется в виду, видимо, дело Парк Победы. Потому что там же есть еще решение, да, удовлетворить иск в 165 миллионов рублей. Насколько ожидаем, был такой приговор, как оцениваете? Многие ведь уже подзабыли и разочаровались даже, да. А когда, когда? Ну, там разочаровались многие потому, что посчитали, что... Вот помнишь, пошла такая информация, что решение суда отменено. Хотя, на самом деле, оно было отменено именно в части вот этих оправдательных приговоров. В июне 22-го года, да, это было. Да, на самом деле, оно не было отменено. То есть, следствие просто продолжилось и более тщательно подошло, так сказать, уже к следующему заседанию. Вот. Ничего неожиданного нет, потому что, ну, согласись, раз Леонид Яфаркин был осужден, покупатель был осужден. Шесть по моему лет, да? Шесть. Вот. Он был осужден, признан виновным. Не может быть такой сделки, где покупатель осужден, а продавец остался как бы не при делах. Ну, логично, да. Вот. Соответственно, здесь, чем интересен вообще этот процесс, вот для меня лично, да, потому что следствие каким-то удивительным для меня образом все-таки подобрало ключик к этой нашей великой схеме разделения властей городских. Когда есть глава города, который вроде бы и глава города, а с другой стороны просто как бы депутат. И он вроде бы руководит и вроде бы ни за что не отвечает, да? Такой интересный такой баланс. Интересная вот такая была штука, вот именно пользуясь вот этой вот как бы формальной своей безответственностью, потому что формально статус господина Быкова был депутат городской думы, да? То есть он депутат городской думы, то есть он по большому счету неправомочен принимать какие-то решения, кому-то отдавать какие-либо команды и предполагалось... Касаемо городского хозяйства. Да, конечно, потому что есть глава администрации, вот он, да, вот он отвечает, он имеет право принимать решения, поставить подпись под документами, соответственно, отвечать за свои решения. Вот, в данном случае был вот такой казус, и многие опасались, что Владимир Васильевич вот за счет вот этого маневра просто вообще в чистую уйдет от ответственности. И тот факт, что он не просто был признан виновным, ну, пока еще решение суда не вступило в силу, будем говорить, что суд признал его виновным по трем все-таки, по-моему, статьям, не буду спорить, у меня нет перед глазами. Передо мной два все-таки состава, 290 УК и 159 мошенничество. Вот. И, соответственно, как бы вот нашли, скажем так, подобрали ключик к этой хитрой схеме. Хотя, на самом деле, вот вся его защита строилась на том, что он, не будучи лицом должностей, он просто подписывает документы, давайте распоряжение. Вот, но вот именно вся система судебная, соревновательная, когда помимо документов рассматриваются также показания свидетелей, это было очень активно происходило, да, то есть вот за счет этого как бы все-таки ключик подобрали. К этой хитрой схеме и Владимир Васильевич ответственность. Я думаю, что устоит это решение, не устоит. Мне кажется, уже всем понятно, что ответственность он понес, потому что вот... Вне зависимости, будет ли обжаловать или что? Да, будет ли он обжаловать, могут даже его, может быть, там по каким-то причинам, там, не знаю, оправдать, что угодно, но вот такой вот конец карьеры блистательного нашего генерала, да, вот он в любом случае сейчас уже, мне кажется, он уже свою ответственность понес. 70 лет в этом году, в июне исполнится. Вот, и условно говоря, до определенного периода совершенно, скажем так, безукоризненная биография была у человека, да, и вот таким вот прискорбным образом оказалось испорчено. По обвинению в пособничестве в хищении денежных средств автотранспортного предприятия на сумму 22 миллиона рублей был оправдан? Ну, значит, доказательств не было тут, можно, либо они были неубедительны уже, не в этом дело, ну, в любом случае, смотри, Владимир, главное то, что суд уже второй, как бы, получился у нас, да, вот такой большой, по совокупности дали уже 9 лет, ну... А 165 миллионов рублей, это, видимо, в пользу городского бюджета должны... Ну, это солидарно, то есть, это ответственность была, возможно, на Леонида и Фаркина, сейчас она уже солидарно разделена. Между Ефаркиным и Быковым, не уверен, что они способны такие суммы возвратить. Тоже интересный механизм, да, а где, где... Вот, работает Ефаркин, находясь в местах лишения свободы, у него вычитают и зарплаты, там, какой-то процент, то же самое будут Владимир Васильевич его читать, ну, что делать? Ну, помню, когда обыски в доме главы бывшего города проводились, там, что нашли, элитный алкоголь, иконы, денежная сумма определенная. Ну, вот это все... Ну, явно не хватит. Нет, этого явно не хватит, но все это обротят, безусловно, да, то есть, в покрытие. Ну, явно не хватит, конечно, но что делать? Будет ли это неким уроком все-таки для нынешнего поколения чиновников и для будущих власть имущих? Ну, хотя, жизнь-то показывает, что нет, не выносит из-за этого уроки, вот, дело Тарасова недавнее снова у нас, несколько эпизодов уже. Они-то будут уж точно хитрее и умнее, и до них-то точно не доберутся. Точно так же, как был уверен в этом Владимир Васильевич, я еще раз говорю, что вот эта прекрасная схема разделения властей, которая, как бы, позволяла ему решать вот этого рода проблемы, как бы не оставляя следов, но она тоже показала, что небезупречно. Точно так же, я думаю, вот люди, которые почему-то думают, что они умней, они ошибок этих не повторят, у них все будет хорошо, но рано или поздно, как говорится, сколь в ревочке не виться, свивается, она все время в петлю. Сити-менеджер бывший, да, Илья Вячеславович Шульгин, тут мне что-то подсказывает, что тоже решение Эфимиды скоро состоится, видимо, идет к завершению судебный процесс. Прокуратура запросила для него пять лет, колонии общего режима для Ишутинова четыре года, приговор-то тоже ведь уже был, там речь шла о трех годах условно для Шульгина и о двух годах условно для Ишутинова. Ну, Шульгин продолжает настаивать в суде на своей невиновности, я-то знаю, что я делал, а чего не делал, намерений приступить к закону у меня не было, всю свою карьеру, начиная с заводов и заканчивая постами чиновника, у меня не было никогда и мысли о нарушении закона, заявил Шульгин в суде в конце прошлой недели. — Помнишь, такой хороший фильм был «Побег из Шаушенко», да, и там мудрый негр, да, говорит, здесь все невиновные, то есть никто себя виновным не признает, другое дело, кто как понимает, вот, закон, трактовку свою закону, то есть с его точки зрения он закон не нарушался, с точки зрения, скажем, прокуратуры он его нарушил, посмотрим, к чему это придет. — Ну, я уж думаю, тут многие, наверное, и забыли, а за что Шульгина-то, да, судят, там, камеры, фиксации, нарушения на 21 миллион рублей, правоохранители настаивают, что он, собственно, отвечал за эту сделку, да, и был главным чиновником во всем этом, нет, отрицает Илья Вячеславович, я не причастен, ну и так далее. — Супругу, кстати, у него недавно запрашивали, допрашивали тоже, да, в суде сказала она, что честный человек мой муж, и все претензии считает необоснованными к нему. Ну, видимо, скоро увидим. — Увидим, конечно, ждать недолго осталось, там уже самая последняя стадия судебного процесса. — Следующая тема. Много внимания привлекли речи депутатов областного законодательного собрания, я имею в виду историю с реорганизацией комитета. — Да, во-первых, это комитет по бюджету, который продолжает возглавлять или уже не возглавляет? — Если комитеты реорганизованы, то, значит, в новом составе, значит, будет сформировано оба комитета, и оба комитета будут выбирать глав. То есть, вот, насколько я помню положение о законодательном собрании, то вот именно так будет происходить. — Комитет по бюджету и комитет по аграрной политике и предпринимательству. Много раз читал, перечитывал. Мне кажется, что чисто формальные эти изменения, куда там предпринимательство относить. Ну, телеграм-каналы, понятное дело, пишут, что все-таки тут острие было направлено на председателя главу. — Задолго за всей этой историей, еще до того, как была вот эта формула реорганизации комитетов объявлена, было написано, конечно, что Сергей Чурин, который занимает, ну, скажем, два поста занимал на тот момент в законодательном собрании, то есть был руководителем фракции «Единой России» и был председателем комитета вот как раз по бюджету, да? — Ну, пресс-служба «Единая Россия» официально уже сообщила, что главой фракции он больше не является. — Да, да, да. Но на тот момент, вот еще до этого всего было, как бы, по всем телеграм-каналам прошло, что это, конечно, будет прекращено, да? Но здесь интересно вот что. Дело в том, что вот такого рода, ну, борьба с наследием прежнего премьера, она немножко не совпадает с теми вещами, которые говорит губернатор. Ну, сейчас мы к этому придем, потому что губернатор Александр Соколов, он как бы вот, судя по его политике, да, кадровой, то есть он говорит, ну, мало ли кто, когда, что, то, главное, как сейчас. И, соответственно, люди, которые активно работали с Александром Анатольевичем Чуриным, они до сих пор работают с господином Соколовым в его правительстве, и он к ним, как бы, претензий не имеет. Ну, взять тоже Аллу Викторовну Албегову, которая была активнейшим соратником Александра Анатольевича, в том числе по делам, там, связанным с добычей пескогравия, там, по делам, связанным с мусорной реформой. Но она честно работает на Соколова, у него к ней претензий нет. То есть вот его политика такая, мало ли кто тут чей, работает человек, я, как бы, им доволен. Здесь, на самом деле, формально претензий к Сергею Чуриным у него у кого никаких нет. То есть он, как руководитель комитета, ну, ни в чем не замешан, да, к нему никаких претензий ни у кого вроде как нет. А с другой стороны... Косяков, так скажем. Да, ну, никаких косяков нет. По работе. Да, ну, и по большому счету и быть не может, потому что комитет все-таки это орган коллегиальный, скажем так. Вот. И, а с другой стороны, как бы, желание, ну, очистить, что ли, так сказать, от наследия мрачных времен законодательное собрание, оно присутствовало. Поэтому вот такую вот очень хитрую схему было предложено реализовать. То есть, как бы, вроде бы, впрямую никаких претензий к Сергею Анатольевичу нет. Но, а с другой стороны, как бы, надо бы как-то его убрать. То есть это, безусловно, конечно, была операция, направленная на очистку. Вот. Но так как губернатор не велел чистить за старые грехи, то зачистили вот таким вот очень, очень странным вот таким вот образом, знаешь, когда левой ногой за правым ухом чешут, вот примерно так оно и произошло. Очень забавно вышло, потому что все все понимали. Реорганизация. Да, все все понимали. Там и, по-моему, Альберт Бекалюк, и Сергей Мамаев. Они прямым текстом говорили, ребят, ну скажите вы честно, ну что, в конце концов, немало, ожидите. Ну, Сергей Павлиныч, в частности, употребил, видимо, в обращении к коллегам, словом, шакалы. Нельзя так делать. Образно. Раскол внутри ядра, считается. Причем, опять же, очень смешно, потому что, когда он там шакалов, которые якобы пинали льва в мультфильме про Маугли, но они не пинали льва, они пинали старого волка. А, да, я читал тоже это в телеграм-каналах. Промахнулся там Акела, Акела не был львом. Персонажа перепутал. Вот, такая перепутанница вышла забавная. Ну, Сергей Павлиныч бывает иногда периодически, то есть он, видимо, в эмоциональном своем, так сказать, порыве. Что-то в чем-то, мне кажется, немножко прав. Вот мое такое ощущение. Ну, неприятное ощущение всей этой истории осталось. Не потому что я большой поклонник, там, Сергея Анатольевича Чурина, там, или Александра Анатольевича Чурина, но потому что он так... Ребят, давайте честно быть, да, ну, с открытым забралом идти, как бы вроде губернатор нас этому учит. Ну, и ходят слухи, и те же телеграм-каналы нам сообщают об этом, что связи уже бывшего руководителя фракции «Единой России» в областном парламенте и коммунистов будут только теснее и теснее. И это тоже нормально, и это тоже нормально совершенно. Вот мне я в свое время как-то, помню, ляпнул-то в телефонном разговоре с вами же еще, да, у меня как-то сформулировалось, что партия есть способ предвыборного существования финансово-промышленных групп, да. Вот сейчас мы имеем финансово-промышленную группу Александра Анатольевича Чурина, который как бы вышел из правительства, лишился административного ресурса, соответственно, ему нужна форма существования. И чем плоха парламентская партия КПРФ, для этого я не понимаю. Партия как партия. У которой трудностей, я думаю, немало. Трудностей немало. Как и у другой партии. Нет, в последние годы, конечно, они сильно сдали у нас позиции, надо признать, и по числу там депутатов. Ну и судя по результатам выборов, конечно. Да, по результатам выборов, по процентам, по всем. И то, что у этой партии, если появится вот такой вот, ну скажем, спонсор, а почему нет, нормальное слово, спонсору партии, бывает у всех. Вот, и если таким образом как бы сумеет семья Чуриных оживить вот эту вот конструкцию под названием КПРФ, это парламентская партия, не забывай, одна из четырех, да, наших вот таких старых древних, то жизнь станет наша веселее, интереснее, у нас появится еще одна оппозиционная партия с хорошим ресурсом. Я только за, это будет любая движуха, это хорошо. А как эта форма-то какая, как это выглядит? Там один депутат может заявить о том, что он переходит в другую фракцию? Нет, в другую фракцию депутат, нет, депутат перейти в другую фракцию как раз не может. Не может. Потому что как бы он не хотел, он может выйти из своей фракции, но в другую войти не может, потому что это вот как бы это раз и навсегда. А, помню, у нас в 11 году были, да, 10 лет назад, там депутаты выходили из фракции, но они оставались независимыми. Да, то есть они себя именовали независимыми, но на самом деле они в этой фракции числились. Вот, фракция просто голосовала раздельно. К сожалению, не к сожалению, к счастью, как бы это на картине нынешнего АЗС не скажется, но извини, уже на дворе 23-й год, следующий АЗС 26-й, это время пройдет быстро, как-то реклама пройдет быстро, не отвлекайтесь. Кстати, в этом году еще довыборы, по-моему, должны состояться, у нас же Владимир Костин ушел на повышение. По осени будут довыборы по Котельническому избирательному округу, и вполне уже вероятно, что вот в этой конфигурации коммунисты, обладая уже дополнительным финансовым ресурсом, смогут достойно вполне выступить в Котельничке. В этих довыборах иметь право будут все депутаты, всех политических течений направлений. Обычные выборы, да, как они будут проходить по обычной формуле и КПРФ, так как оно имеет право без всякого сбора подписью участвовать, вот тебе, пожалуйста, все карты в руки. Я говорю, что это оживит пейзаж политический, а то скучновато стало. Давайте забежим на несколько минут в городскую администрацию. Забежим, да. Ой, вот лучше туда не забегать. Образно выражаюсь, потому что я не припомню такого периода, где так интенсивно менялись руководители, да, причем вот в разных отделах и ведомствах, в подведах, в ведомствах, в управлениях, везде. Заместитель, председатель городской администрации, да, у нас Зотин ушел, пришел Торхов Сергей, один из опытных, да, один из опытных чиновников, ранее он был главой, в частности, Ленинского теруправления. Что происходит, как оценивать? Вот понимаешь, самое интересное, что то, что там происходит, оценивать крайне трудно. Оценивать то, что можно, то, что обладает хотя бы какой-то внутренней логикой. Здесь ее нет. Здесь некое броуновское движение, там, я не знаю, даже термин в одном из каналов был телеграммным, там, кадровая истерика, да, вот что-то в таком духе. То есть хаос. Хаос, определенного рода хаос, потому что логики в этом нет. Да, тасуется как бы колода старая, да, но странным образом, вот, кстати, вот сегодня, насколько я знаю, еще одно назначение должно пройти, то есть, или смениться руководство, может, в ЦДС. Да, якобы туда на работу идет бывший директор карьера нашего, ну, где недавно проверка-то была в советском районе. КСП-шная. Чубулацкий. Чубулацкого карьера, директор, якобы, вот такая вот тасовка, якобы, идет, да, вот тот же Зотин, которого, когда речь пошла об увольнении Зотина, речь уже довольно-таки давно идет, слухи ходят о его увольнении давненько, и очень много было сказано, почему Симаков хочет избавиться, якобы, от Зотина. Сегодня мы читаем, что, как говорится, Зотин, да. И, вроде как, Зотин, получается, судя по информации Денис Прилога, он никакой неплохой специалист, от него никто не ходит наоборот, он идет на повышение и будет руководить там корпорацией развития Кировской области или чем-то из этих вот институтов развития. И вот эту логику найти, почему уходит человек, например, с поста директора УДПИ, и потом становится собственным заместителем, например, да, почему-то уже Вячеслав Симаков принимает на работу начальником транспортного отдела, скажем, Вастрецова, а через два месяца этот же Вастрецов уже, оказывается, в АТП начинает работать, да. И вот это вот такая вот карусель не очень понятная, не очень логичная. Она, конечно, говорит о том, что кадровой скамейки Вячеслава Николаевича нет. То есть либо он выдергивает старые карты из колоды, либо появляются какие-то молодые люди, которые там, поработав, ну, как в этой единой управляющей компании, молодой человек поработал сколько, два месяца, пару месяцев, да, и точно так же исчез. Нет, и вот эти вот конкурсы кадровые, которые объявлены сейчас, да, вот начали объявлять, и сказали, что это только первый еще пока вот конкурс там по определенным там специальностям будут. Следующая, следующая, смотрите за рекламой. Это говорит о том, что кадровой скамейки у Вячеслава Николаевича своей собственной нет. Решать вопросы городского управления некому на самом деле. Сам Вячеслав Николаевич, он, конечно, прекрасный полевой работник, но я об этом, как бы, всегда говорил раньше, что он, вот, изумительная его должность, это первый замглавы администрации по хозяйственным вопросам, да, вот это вот просто, это такого город никогда не видел, такого чудесного сотрудника. Но дело в том, что глава администрации, во главном это функция, организовать работу администрации, не самому ездить по утрам, да, а сделать так, чтобы вот все это работало, все шевелилось, все замы были на местах, то есть выступать режиссером всего этого действия. Он руководитель администрации, он должен руководить работой администрации. Администрация, вот, в связи с этими вот кадровыми, вот этим бровновским кадровым движением, она, мне кажется, сейчас вообще очень условно работающая единица, вот, единственное, что там работает, это сам Вячеслав Николаевич. Но это ненормальная ситуация, да. Вот я очень надеюсь, что заместитель его, который Сергей Трожков, да, Сергей Викторович Трожков, не так давно назначенный... 20 января его утверждали с большим количеством речей... Который, как бы, вот, судя по его полномочиям, как раз в том числе должен заняться вот кадровой работой внутри администрации. Я думаю, что, дай-то Бог, если он на себя это взвалит, возьмет и приведет в какой-то хотя бы порядок, потому что, ну, на самом деле, один человек огромную работу эту не потянет. Вячеслав Николаевич, он, ну... Он, конечно, обеспечил господину губернатору спокойную зиму, да, то есть он то, что взялся сделать, он это, можно сказать, сделал, зима уже на подходе, весна уже на подходе, скажем так, да. И вроде бы без ЧП у нас город прожил все это. Но это только одна малая часть того, что должен делать глава администрации города. Как говорили депутаты Гордумы, некоторые господину Трожкову, ну, год-полтора нужно для того, чтобы погрузиться во все эти вопросы. Я не знаю, стоит ли доверять его опыту в этом отношении формирования команды. У него нет такого времени, но у него есть, как минимум, поддержка сверху. Это понятно, потому что чей это человек, что он пришел из администрации области. И я думаю, он все-таки поможет Вячеславу Николаевичу в тех вопросах, которые Вячеслав Николаевич, к сожалению, слаб. Вот это именно связано именно с чиновничьей частью работы, с документацией, с кадровой работой. Я надеюсь, что Сергею Викторовичу поможет. Очень хотелось бы в этом. А если на секундочку представить, что все-таки у этого действия есть какой-то режиссер, кто-то за всем этим стоит. Возможно, это вот какая-то, не знаю, длинная многоходовочка, да? Нет, там дело в том, что... Не шатка, не валка. Дело в том, что городская администрация, она всегда была полна очень многих фигур влияния. Очень многих фигур влияния. То есть это очень такая площадка, где очень много наших вот групп финансово-промышленных, так уж говорить, имеют свои интересы. Это естественно, потому что это город, это хозяйство, это реальная вещь. И там вот этих режиссеров, к сожалению, много на данный момент. И пользуясь вот этим легким вакуумом таким властным, который возник в связи с тем, что Вячеслав Николаевич ушел в поле, а в лавке никто не остался, да? То есть лавка не заперта, но там как бы хозяина нет. И там очень многие, мне кажется, вот эти назначения, они происходят как бы вот на заднем плане, вот так потихоньку, и очень много разных игроков в этом участвует. Почему я и говорю, что вот появление такой фигуры, как Сергей Торжков, который как бы от главного хозяина туда пришел. Вот, я думаю, что это поможет упорядочить, по крайней мере, этот процесс, чтобы в любом случае, как минимум, все эти назначения шли через Сергея Викторовича, да? Как минимум через него, а не просто так не поймешь, по какой там траектории. Вот почему моя надежда, что это как-то упорядочено. На данный момент нет, там реальное брауновское движение. Это вообще описывается только в терминах квантовой механики. Ну, тут дошло до того, что якобы возвращение Арзаева даже, да? Вот я почему и говорю, прогнозировалось, и даже якобы утверждаю, что он приехал, но глянул на все это, уехал обратно. Я не исключаю, что так оно и было, потому что любой здравомыслящий человек, вот глянув на нынешнее состояние администрации, он бы еще несколько раз подумал перед этим, как мне вернуть. Человек, кто в этом работе заместителя главы администрации, да, который уже знает, он уже это знает, и при нем тоже было много вот этих фигур влияния. А сейчас он, видимо, понял так, что нет, лучше подождать. Николай Голиков, главный редактор интернет-портала Киров.ру, у нас в особом мнении, мы сейчас сделаем небольшую паузу, на рекламу прервемся, и через минуту продолжим. Продолжается особое мнение Николая Голикова, главного редактора интернет-портала Киров.ру, заместителя-председателя Союза журналистов Кировской области. Давайте обратим внимание на контрольно-счетную палату. Нам нравится, да, деятельность этого органа. Мы неоднократно общались в нашей студии с руководителем, господином Лаптевым, да, и выводы, которые делает КСП. Кстати, если уж у меня такая возможность есть, хочу поздравить Юрия Николаевича с юбилеем, им 70 лет все-таки исполнилось. Вот. И он по-прежнему на боевом посту. Да, выводы, работа, которую проводит КСП, насколько тщательно она подходит к своему делу, изучению фактов, но это вызывает доверие и признание. Тут есть вот какой момент. Некоторые люди считают, что контрольно-счетная палата, как слишком мягко формулирует в определенных вещах, да, но, во-первых, я хочу сразу объяснить людям, что те пресс-релизы, которые выпускаются контрольно-счетной палатой, и те документы, которые кладутся на счет губернатору, это разные вещи. То есть есть пресс-релиз, там само результат проверки, это вот объемистая тома с миллионом каких-то цифр, понимаешь, вот это не бессмысленно выкладывать на всеобщее обозрение, что никто ничего не поймет, а специалисты вот именно понимают по этим цифрам, как на самом деле все обстоит дело. Мы видим общие черты, ну, в общем, то, что и то уже дает нам понимание определенное, как, что... Ну, в начальство, видимо, выжимка, да, основные выводы даются. Для людей-специалистов даются основные выводы. Ну, хотя несу сейчас это в нашем разговоре. Но для людей-специалистов там реально огромные совершенно материалы, то есть это очень емкое такое исследование проходит, поэтому вот не надо сетовать на контрольно-счетную палату. Она делает все по максимуму, просто мы не все понимаем. В общем, крупнейший дорожный подрядчик региона, да, и от Автодор попал в поле зрения контрольно-счетной палаты. Материал есть в том числе на сайте kirov.ru. Видимо, Николай готовил этот материал. Ну, что-то мне... Ни в коем случае. Нет, что-то мне подсказывает. Ну, ладно, если я ошибаюсь, то ошибаюсь. Ну, выводы вкратце, да, правительство Кировской области фактически не осуществляло финансово-хозяйственный контроль за Автодором. Рекомендовано правительству провести финансовое оздоровление, повысить рентабельность. Ну, я думаю, что эти формулировки можно ко многим предприятиям применять. В чем специфика именно Автодор заключается? Когда такого рода формулировки применяются по отношению к Автодору, это предприятие, которое всегда было суперприбыльным, которое всегда платило неплохие очень такие... Ну, условно говоря, когда оно было кагупом, там, отчисления, потом уже там дивиденды и так далее. И вдруг оказывается, что за последние буквально три года это предприятие попало в ситуацию, когда оно едва ли уже и не банкрот. Понимаешь, если вот посмотреть на все, что происходит, и, безусловно, вот почитав вот это исследование контрольно-щитной палаты, ну, об этом, в общем-то, много говорили и помимо этого исследования. Здесь это нашло подтверждение, что в последнее время эта организация стала заниматься вещами, скажем так, ей не свойственными. Непрофильными, да? Непрофильными, что как бы больно довольно-таки ударило. Кроме того, эта организация почему-то вдруг стала закупаться очень дорогими, как тебе сказать... Активами. Ну, не активами, а даже просто материалами, там, стройматериалами и прочими вещами, что довольно-таки сильно снизило ее рентабельность. Кроме того, она стала отдавать выгодные контракты на субподряды организациям, хотя могла бы делать это сама и получать хорошую прибыль. Прибыль уходила подрядчикам, субподрядчикам, а сам Виат Автодор остался по большому счету, ну, я не побоюсь этого слова, на бабах. Поэтому то, что контрольно-щитная палата туда пришла и, наконец-таки, его проверила, потому что до этого под проверки Виат Автодор не отдавали, пользуясь тем, что там в уставе АО было прописано определенное ограничение на проверки. Это все-таки акционерное общество типа того. И, вроде бы, с одной стороны, хозяин 100% этого общества, Кировская область, а с другой стороны, все-таки, это отдельный хозяйственный субъект, типа, ай-яй-яй, нельзя. То, что зашла туда контрольно-щитная палата, это уже очень большой позитивный знак. Я думаю, на основании вот этих вот выводов проверки будут сделаны реальные определенные шаги предприняты, и не только там касающиеся смены руководства, но и касающиеся самого схематики всей работы всех вот этих вот схематозов, чтобы их больше там не было. Ну, видимо, на особом внимании сейчас, под особым контролем, чтобы предприятие будет в ближайшее время. Ну, это важнейшее предприятие. Слушай, вот мы осваиваем... У нас же федеральная программа, у нас действия продолжаются. Там миллиарды, там больше 10 миллиардов, опять же, да, вот на строительство дорог. Это один из главных подрядчиков. То есть у нас, Ветавтодор и ГДМС, два основных подрядчика, да. И ситуация в обоих этих предприятиях, она очень как бы важна. И когда вот эти федеральные деньги попадают в Ветавтодор и потом неизвестно, где они вообще, это, конечно, очень болезненный был вопрос. Надеюсь, что этого больше не будет. Ну, тоже, видимо, услышим, увидим в ближайшее время, какие решения будет правительство региона принимать в этом отношении. Что за эти будут оздоравливающие процедуры для Ветавтодора? Сменится ли там руководство? Я думаю, когда отторгуются вот эти вот все дорожные контракты, и будет понятно, кто их выполняет, и как их выполняет, и куда эти деньги, собственно, уходят, да, то будет понятно, насколько вот как бы восприняло правительство региона рекомендации контрольной счетной палаты. И еще одна тема уже, видимо, под завершение нашего разговора. Пара-тройка минут у нас остается. Обсуждали эту тему на прошлой неделе в программе «Дневной разворот». С 1 марта депутаты всех уровней будут освобождены от обязанности отчитываться о своих доходах за предыдущие годы. Исключение, предыдущий год, вернее, исключение составляют депутаты, которые получают зарплату из бюджета. Работают на неосвобожденных должностях. На примере города у нас это глава города Елена Васильевна Ковалева и двое ее заместители. Они получают зарплату. Обсуждали, разные мнения высказывались. В частности, хорошо знакомый нам Михаил Курашин, бывший вице-спикер ЗАГС Собрания Кировской области, нынешний советник губернатора, считает, что это уменьшит доверие жителей к власти. Мне кажется, вот сама эта система отчета по доходам, она пуста без отчета по расходам. Дело в том, что мне не так интересно, какие доходы у человека. Мне гораздо было бы интереснее посмотреть, какие у него расходы. Тогда было бы уже понятно, доверяю я этому человеку, либо нет. А какой ты хлебушек, условно говоря, покупаешь? За 20 рублей или за 100 рублей? И хватает ли у тебя официальных твоих денег, чтобы таким хлебом кормить семью? Так как мы не имеем информации по расходам, то вот эта информация по доходам, это, знаешь, ни о чем не говорящие цифры. Что такое 2 миллиона? Это много или мало? Но если человек живет на эти 2 миллиона, то это может быть в год. То это может быть и немного. Но если человек, зарабатывая в год 2 миллиона, живет в квартире за 15 миллионов и ездит на машине за 30, то вот это уже может вызвать определенное недоверие. Случай слободского депутата недавно вспоминается, когда не смог доказать, обосновать. Но для того, чтобы обосновывать расходы, ты должен их каким-то образом в публичную плоскость вывести. А у нас этого не было. Соответственно, сама по себе информация о доходах, она ни о чем. То есть человек может и 3 миллиона в год иметь, и 30 миллионов в год иметь. Почему нет? Вопрос ведь в том, сколько реальности он тратит. Если у него доход 30 миллионов, а тратит он 100, то вот вопрос-то когда возникает. А если у него доход 30 миллионов, это нехорошо и неплохо, это нормально. Ну, заработал человек. Почему нет? Ну, судя по возбужденным делам, правоохранительные органы, они же обладают такой возможностью проверить расходы. Но дело в том, что мы же не знаем, по какому принципу правоохранительные органы вот из этого списка чиновников ущелкивают конкретно. Говорят, вот ты, значит, мы у тебя проверим. Ты подозрительный какой-то гражданин. А кого они не трогают, вот в чем дело. Если бы эта обязаловка была для всех, отчитываться о доходах и о расходах, тогда бы было уже понятно. И мы бы сами видели, кем бы заинтересоваться стоило правоохранительных органов, и бы были вопросы, почему нет. Все. Собственно, да, время истекло. Да, очень быстро прилетело. Давайте еще раз напомним, что неделя укороченная будет. Да, вот у нас и время укороченное. Поздравляем с наступающими праздничными днями. Николай Голиков, главред с интернет-портала Киров.ру. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания.